Мы обязаны выходить в поддержку тех, кто там сидит, кто за это пострадал. И мы должны бороться с войной, когда все говорят, что вот митинги, мол, что вы можете изменить. А сидя на диване, можно что-то изменить? Нет. Расскажите о себе. Меня зовут Евгения Пономаренко. Я из России. Мне 43 года. По профессии я врач. Детский врач. Последнее время работала неврологом детским. Из города Новосибирска. Приехала сюда. Вообще училась в Иркутском медицинском университете. Когда и почему вы уехали из России? Мы уехали из России в 2016 году. Поворотным таким моментом был именно Крым. Когда мой муж на планерке среди врачей, среди своих коллег, просто в тот момент, когда это происходило, все говорили только об этом, он сказал, что это ненормально, что Крым сейчас просто захватила Россия. Когда все остальные врачи, наоборот, радовались этому присоединению, он теперь Крым наш, он просто сказал, что нет, это не так. Он как был украинским, так и остается. И вот отсюда его карьера покатилась по наклонной. У нас, конечно, и раньше было давление со стороны администрации разных больниц, где мы работали, в разных городах. Именно давление было с целью того, чтобы мы вступили в партию «Единая Россия». Мы отказывались от этого всегда, на что нам было конкретно сказано, что если вы хотите расти по карьерной лестнице и иметь все блага, которые ему возможны, то нужно вступать в партию «Единая Россия». На тот момент мы думали, что если мы сменим город, сменим больницу, то что-то может поменяться, и этого давления не будет, потому что какое отношение может иметь моя политическая точка, зрение на то, как я лечу детей и вообще какое-то имеет отношение. Но, к сожалению, приехав в Новосибирск, ситуация стала только хуже с этим, оказывается. Вот с этим Крымом муж, конечно, потерял должность в больнице. Его сначала вызвал к себе на разговор главный врач. Еще раз попросив вступить в партию «Единая Россия», надо было писать официальное заявление, то есть это не просто слова какие-то, чего он не сделал, и он абсолютно не думал, что это может иметь под собой такие серьезные последствия, то есть и лишение зарплаты, он был заведующим травматологическим отделением детским. Все, то есть на него была составлена, написана определенная бумага, которую подписали как раз все те, кто были на планерке. То есть до этого дня он был прекрасным, хорошим, и все было замечательно. После этих слов с этим Крымом он стал плохим, и все покатилось. При попытке потом устроиться в другую больницу, куда он, в общем-то, пошел без проблем, его уже взяли, но на следующий день главные врачи созвонились, это же все все-таки, хоть и большой город, но это врачебная вся эта среда, все друг друга. И созвонившись, переговорились с тем главным врачом, откуда, где его сняли, ему, к сожалению, отказали в другом месте. Затем он пошел еще в одно место, так как тоже много кто его знал. Там его заведующая взяла врачом, но после того, как она его взяла, ее сняли с должности. Потому что в тот момент как раз-таки тот главный врач был в отпуске, и поэтому она взяла на себя такую функцию, взяла, потому что хорошее отношение, она знала, что хороший врач, но потом поплатилась своим местом за это все дело. И вот наша история берет вот это начало. Хотя сюда мы, конечно, приехали абсолютно не думая о том, что мы останемся на самом деле. Мы приехали как туристы, и на моего мужа, так как он потерял зарплату после всех этих событий, то есть это было прям таким серьезным ударом, конечно. Он начал там со своими знакомыми, там определенный бизнес начал. Как-то надо, то есть что-то делать, все равно же нельзя только в поликлинике прием везти. Один раз на него напали. После этого он, естественно, сходил, снял побои, задокументировал и подал на возбуждение уголовного дела. И как раз мы поехали, это было в мае месяц, и летом мы поехали как раз сюда, в Америку, чтобы немного сменить обстановку и как-то подумать обо всем, отдохнуть с детьми, все. И уже здесь мы узнали, что в возбуждении уголовного дела было отказано. Ну, это, конечно, стало понятно, что возвращаться опасно. Вот так мы оказались, остались здесь. Как изменилась ваша жизнь после 24 февраля 22 года? Первые несколько месяцев я просто не могла поверить, что это какой-то незатяжной сон, что это вот реально, что это все реально происходит. Это был вообще шок для меня и для моей семьи. Мы с мужем просто не могли прийти в себя, конечно, поверить в это. Раньше думала, что у человечества как-то уже все-таки 21 век. Мы все такие умные, уже и в космос летаем, и новые планеты изучаем, и медицина на таком уровне. То есть мы действительно уже, ну, мы же не в средние века, где не умели разговаривать люди, и надо было, я не знаю, убивать друг друга. Но сейчас-то мы можем поговорить, мы же все уже умные такие все. И получается, что нет, как какая-то зверинная, да, дикость вот эта вот, она как была, то есть вот какие-то захотерритории, как, ну, это, конечно, вообще это какое-то просто, ну, это средневековье, прям самое настоящее. Это настолько дико в наше время. Не осталось никаких сомнений просто в преступности этой власти, полной безнаказанности в том, что она решила, что ей можно вообще все. Ну, это нет слов, ни для какого нормального человека, как можно вообще. Это такая огромная беда и непростительная ошибка, конечно. Как изменились ваши отношения с родственниками в России после начала войны? Мой муж, он по рождению, как бы, у него отец украинец, мама русская. И свою жизнь, свое детство он провел 50 на 50 то на Украине, то в России. И у него есть очень много родственников, которые украинцы. В свое время они когда-то переехали в Россию и остались здесь в России, но это украинцы. Есть те, кто остались в Украине. На самом деле все те, кто в России, они находятся под пропагандой. Те же украинцы точно так же. И они назвали его предателем. То есть так и написали, продался Зеленскому и Байдену. Как думаете, можно ли оправдывать россиян, поддерживающих войну, тем, что они просто жертвы пропаганды? В интернете масса информации. И для ищущего человека, человека с образованием, да даже не с образованием, просто ищущего и желающего разобраться в этой теме, это не составит проблемы найти ту информацию, которая конкретно говорит, что сейчас происходит, кто на кого напал, кто здесь прав, кто виноват. Все на поверхности, все есть. Немножко копни, но нельзя верить только одному источнику информации. Нельзя. Может быть, потому что я как врач, да, я не могу верить одному источнику информации. Ну надо же все перепроверять. Но так много таких людей, кто действительно в итоге докопался и все понял. И понял, что да, они врут по телевизору. Полностью врут. Ну я не могу понять, единственное, почему нет желания немножечко копнуть глубже, задать себе какие-то дополнительные вопросы. Могла ли маленькая какая-то страна, да, вот Украина, напасть на большую ядерную державу? Стала ли бы она это делать? То есть, ну, это же очевидные. Ответы на эти вопросы, они просто очевидные лежат на поверхности. Ну, наверное, они под пропагандой. Под такой серьезной. Кто хочет найти ответы, тот его нашел. И тот знает его. И такие люди есть. На самом деле в России есть те, кто понимают, что происходит. Да, их немного, но они есть. Вы ощущаете свою ответственность за то, что Путин так долго у власти и развязал войну? Да, потому что, вот если сейчас все это вспоминать и анализировать, сначала Курск. Она утонула. Вот вообще, когда он пришел на это кресло, да, занял президентское, когда он имел возможность спасти этих людей, имел, не захотел. Помню очень хорошо, когда у меня родилась дочь, и я держала ее как раз на руках, и он отменил, это был 2004 год, он отменил президентские, губернаторские выборы. Я тогда испытала тоже шок своего рода, потому что как? То есть он просто решает нас свободы, слово свободы выбора. Он решил за нас, что у него не хватает бюджета, как это все объяснялось, ради экономии денег. Он не будет спрашивать население, какого губернатора они хотят в областях. Я понимаю, может быть, для Москвы это неважно, на тот момент я жила в Иркутской области, и для нас это имело огромное значение, кого мы хотим. И нас просто решили этого права. И я тогда, мне казалось, что сейчас все выйдут, наверное, все будут как-то не согласны. Меня удивило то, что тишина и спокойствие, тишина и спокойствие. Все так это проглотили, как Беслан. Ну и, конечно, потом это Крым. Крым просто, он, ну, уже стало ясно, что человек не останавливается ни на чем. То есть он уже решил заняться внешней политикой, и ему нужна какая-то война. Мои друзья некоторые радовались, что они теперь смогут спокойно туда поехать, отдыхать. Хотя я с ним разговаривала, я вообще до сих пор продолжаю со всеми вести диалог. То есть мне почему-то кажется, что если я сейчас с ними немножко поговорю, что-то им расскажу, что-то еще как-то вот открою им какие-то факты, может быть, действительно они были недоступны, и они поймут. Вот, ну, и я понимаю сейчас, что если бы все-таки вот все эти моменты переломные, которые происходили в течение там двух десятилетий минимум, если бы было больше активности, действительно надо было там, в России, вот тогда еще давно какие-то, может, как-то собирать какие-то митинги, выходить на вот эти протесты, как-то поднимать народ, где-то расшевеливать так же. Надо было больше проявлять именно своей гражданской активной позиции. Да, конечно, никогда не голосовала за Путина, никогда, но этого мало, этого все равно недостаточно, потому что другие, другие голосовали, их было много, и чем они руководствовались, конечно, не знаю. Надо было все-таки больше действовать для того, чтобы, может быть, кто-то бы гораздо раньше задумывался о том, что что-то здесь не так, что-то неправильно, что мы можем что-то изменить. В США вы проявляете свою политическую позицию? Еще до войны мы выходили, собирали митинги с мужем в поддержку Навального. Именно здесь, в городе Шарлотт, мы стали первыми, как бы я кинула клич когда-то, давно еще, ну и вот первые люди пришли, это было давно, мы после этого организовали свою группу, потому что на самом деле проблема была в том, что не везде там не разрешали делать объявления насчет митингов в поддержку Навального, наши россияне даже не хотели этого, не все его поддерживают даже здесь, к сожалению. С началом войны, конечно же, сразу же я присоединилась к митингам в поддержку Украины. Необходимо было собирать деньги на помощь Украине, говорить о том, чтобы закрыли небо, ну помните вот эти все митинги, которые были очень важны для этого всего. И вот мы все это делали вместе. На одном как раз таки из митингов были те, кто сюда приехали именно после войны, ну пострадавшие, допустим, без руки, без ноги украинцы, которые приехали сюда за протезами. Конечно, больно смотреть на людей, которые, если бы Россия не напала, у них были бы и руки, и ноги. Это были все молодые парни, прям молодые, кому-то 20 лет, кому-то там, я не знаю, 25, и они стоят без рук, без ног, и они потеряли это, защищая свою родину. Но без слез на это смотреть, конечно, просто было невозможно. И да, я видела этих людей, и собирали деньги на то, чтобы им помочь как можно быстрее собрать сумму необходимую для протезирования. И я понимаю, какое большое количество сейчас именно украинцев нуждается вот в этом лечении, в протезировании. Ну а потом уже все-таки я решила собирать конкретно наши митинги российские, именно чтобы была поддержка Навального, потому что Украина, она все-таки одну повестку дня озвучивает, а эта повестка дня, она не может быть озвучена на их митингах, сами понимаете, да? Вот поэтому нужно было отдельно собрать какой-то митинг, где можно было сказать об этом, о том, что Путин из-за киллер, о том, что free, о political prisoners, то есть все политзаключенные, которые находятся в России, они все находятся незаконно. И вот митинги вот эти начали тоже здесь делать. Карлок за Навального! Карлок за Навального! По-вашему, россияне могут как-то повлиять на происходящее на родине из-за рубежа? Хороший вопрос, потому что многие говорят, да, зачем, да, почему. Это важно. Во-первых, главное, мы должны научиться и должны привыкнуть к тому, что мы обязаны проявлять свою гражданскую позицию. Нам что-то не нравится, мы должны выходить на митинги и говорить об этом. Как еще может правительство услышать своих граждан? Ну как, оно же, не пошло же письмо ему, и как-то не позвонишь, да? То есть ты действительно можешь просто собраться всем вместе на какой-то площади с какими-то плакатами и конкретно сказать, да, мы вот с этим не согласны. Каждый митинг, он даже здесь за рубежом, он именно показывает, что есть россияне для всего мирового сообщества, есть россияне не согласны с этим. Здесь Америка смотрит на эти все митинги, потому что, допустим, перед выборами, да, для них важно, что происходит, и они ориентируются, потому что многие те, кто приходят на митинги, это те же избиратели. Изнутри бороться с Путиным невозможно, внутри России, потому что, ну, вся система под него заточена. И когда та же полиция, да, с теми дубинками на тебя нападает, какой бы ты там ни был, да, то, ну, с этим невозможно просто так брать и что-то сделать. А вот как раз-таки за рубежом больше шансов, то есть, вот, как мы, например, на наших прошлых митингах, да, подписали петицию в то, чтобы мировое сообщество, в том числе и Америка, президент Байден, как можно быстрее накладывали санкции на тех, кого новых находит, вот этих всех коррупционеров, которые каким-либо образом помогают режиму Путину, чтобы на них накладывали санкции, на них, на членов их семей. Мы не должны молчать, мы уже и так слишком долго молчали, мы молчали все эти два десятилетия, молчать больше нельзя никак. И можем массово это делать, и это будет уже куда более заметно, понимаете, пусть хоть это и за границей, но мы-то россияне, мы же говорим по-русски, и нельзя забывать о тех, кто сейчас сидит за то, чтобы просто имел смелость это сказать. Нам здесь ничего за это нет, мы обязаны выходить в поддержку тех, кто там сидит, кто за это пострадал, и мы должны бороться с войной, которая сейчас происходит на Украине. Да, когда все говорят, что вот митинги, мол, ну, что вы можете изменить, а сидя на диване, можно что-то изменить? Нет. Что для вас было самым трудным в эмиграции? Ну, самым тяжелым было в начале, в самом, конечно, это понимание того, что я все бросила там. То есть я бросила все, что было нажито непосильным трудом, свой дом, свои карьерные какие-то амбиции, свое образование, которое здесь обнулилось. И это было понимание этого, что, в общем-то, жизнь как будто с нуля начинается здесь без образования, без всего, что ты имел до этого, да, и к чему стремился. Вот это обнулиться, вот обнулиться, вплоть до того, что ты можешь зарабатывать только тем, что пойдешь мыть, убирать дома, и то только, когда получишь разрешение на работу. Это все было очень тяжело. Вот именно тяжело понимание, что ты обнулился, да, ты все потерял. Ты все потерял только из-за того, что ты не согласен с тем, что происходит в России. И ты об этом имел смелость сказать, заявить, и поимел от этого кучу проблем. К сожалению, диплом, полученный в России или вообще в странах бывшего СНГ, как я поняла, никаким образом здесь не котируется. И это огромная проблема, потому что, хотя диплом медсестры как раз-таки здесь признается, а вот врача нет. Здесь, ну, практически все начинать с нуля надо. На это уходят годы, деньги. Первое-наперво, что здесь можно, на что я пошла, оказавшись здесь, это можно было отучиться на помощника медсестры. Достаточно быстро, всего месяц, в зависимости от того, как часто ты ходишь на учебу, от месяца до трех месяцев обучиться, недолго. И ты получаешь диплом помощника медсестры. И очень большие возможности для работы, по крайней мере. То есть вот просто зарабатывать деньги. Очень хороший, как говорится, сертификат. Можно масса мест, где можно работать и везде требуется. Вот, сейчас я отучилась на флеботомистку. То есть это человек, который берет кровь из вены. Ну вот, буду искать работу по флеботомии, в общем-то. Но пока идти дальше, вот на медсестру, я, конечно, в планах это имею. И надеюсь, когда-нибудь у меня мечты осуществляются. Не все так просто. Чем американская медицина отличается от российской? Я пока не могу ничего плохого сказать про медицину американскую. Как бы кто бы что ни говорил. Вот я была месяц в госпитале на практике по флеботомии. Мне очень все понравилось. Она другая. Здесь, конечно, все по-другому. Может быть, это еще и то, что и менталитет другой. И все другое совершенно в плане отношения к пациентам. Отношение врачей к пациентам, пациентов к врачам, к младшим медицинскому персоналу, к медсестрам, тем и к другим. То есть сама больница работает по-другому. То есть если здесь спокойно, можно в палате присутствует и ночует, кто хочет. Любые из родственников, они всегда здесь, никто ничего не запрещает. То есть все по-другому. Мне нравится здесь, вот именно как сделано, как все у них устроено. Но при этом я не могу говорить плохо о врачах России. У них очень хорошая квалификация. Врачи в России очень хорошие, имеют знания. И здесь я не могу сказать ничего плохого тоже про них. Просто система совершенно разная. И, конечно, печально, что дипломы просто врачей, они здесь никаким образом нельзя, допустим, там какие-то экзамены просто сдать и хотя бы как-то начать практиковать. Нет, здесь, к сожалению, полностью надо заново обучаться. Ну, конечно же, то, как выглядит сама больница, сама любая поликлиника, это, конечно, небо и земля. Находясь в госпитале, ну, я не знаю, такое ощущение, то ли ты попал в какой-то отель, да, в котором все очень красиво, все безумно чисто, никаких обшарпанных стен, никаких там неработающих каких-нибудь там жалюзей, да, или каких-то порванных стульев, чего-то того, что можно встретить в России. Здесь, конечно, все идеально, красиво, все очень вежливо с тобой общаются. То есть никакой регистратуры, как у нас там, где могут, все знают этот момент, да. Здесь все полностью перед тобой, тебя и отведут, и максимально вежливо. И если ты где-то что-то не понимаешь в языке, на любой язык переводят. Тут же тебе, чтобы тебе было комфортно. Это для них самое первое, это, конечно, очень здорово. Просто завидуешь белой завистию, насколько здорово здесь действительно работают врачи, как все устроено, и мне нравится. То есть это, конечно, небо и земля. У нас врачи чуть больше общаются с пациентами. Они более доступны для пациентов. Здесь все-таки врач, он, вот он показался в палате, ты что, успел задать вопрос, какой успел, что-то забыл, это все. Ты можешь потом, в принципе, где ты его найдешь, чтобы врача потом, да. То есть это такой достаточно недоступный человек. То есть все вопросы потом к медсестре, да, она, конечно, тоже имеет высокую квалификацию, но все-таки вот, а у нас врач, он ответит на любой вопрос. Ты пришел к нему и всегда можешь с ним поговорить. То есть доступность все-таки в России врачей, она гораздо выше. И посмотрев, как здесь, когда все хаят, как у нас там, да, то сразу же начинают понимать, так не так все плохо там. Планируете вернуться в Россию? Только если произойдет смена режима, это не при жизни Путина, это точно. Вообще я не хочу оказаться в обществе людей, которые поддерживают, каким-либо образом оправдывают эту войну. Мне настолько это противно, у меня настолько другое видение всего этого. Я много лет вот так думаю, я не хочу даже близко. То есть я действительно сейчас изменила свое окружение, у меня нет никого, ни одного человека, который бы мне сказал, что он поддерживает. То есть и я бы с ним общалась, если бы он каким-то образом что-то там оправдывал. Нет, я могу поговорить, да, ну как бы свою точку зрения сказать, ну общаться и, а тем более жить среди таких людей нет, ни за что и никогда. У меня там мама осталась, вот это для меня единственный больной вопрос, конечно. Я хотела бы с ней повидаться, вот. Но опять-таки я понимаю, что это может никогда не произойти. Ну это как бы уже моя боль, и это какая-то цена определенная. Тут ничего не сделаешь. Вот в Америке я перестала бояться, перестала бояться. Я не боюсь того, что меня могут на митингах полиция забрать, или подойти кто-то, как-то там себя повести так, что это будет опасно. Я не боюсь. И вообще как бы вот здесь я успокоилась внутри. Не за что бояться. Все в рамках закона. И вот это вот закон, именно законность, да, то, что вот в России, да, я помню, как я боялась беззакония со стороны властей, со стороны, даже вот как врач, да, со стороны нашего руководства. Оно было постоянно, это беззаконие. И вот я понимала, что даже в суде не будет защиты. Вот я помню, как я это боялась. И думаю, вот что-то если произойдет, вот я даже не найду правды и защиты даже в суде, нигде. И вот этого у меня здесь нет. Здесь я понимаю, что я вообще в душе очень законопослушный человек. То есть я, ну, я никогда в жизни не пойду ни на какие-то вот такие вот вещи. Для меня закон это вот прям все. И поэтому я понимаю, что именно живя так, ну, мне вообще нечего бояться. Мне прям спокойно, мне хорошо. Я не знаю даже, как ответить на этот вопрос, чего бы я боялась. Я ничего не боюсь. О чем вы мечтаете? Я мечтаю о том, чтобы война в Украине закончилась. Вот реально. Я хочу, чтобы она закончилась как можно быстрее. Я не могу по утрам, каждое утро видеть, как опять где-то кого-то разбомбили. Это просто ужасно. Опять погибли люди. Да, пусть в России, даже если там все так вот и будет, этот Путин, и они там будут сидеть под санкциями, и будут деградировать, да, и дальше вот дичать. Ну, хотя бы, чтобы в Украину больше не бомбили, чтобы война в Украине, люди не должны умирать от этого безумия. Вот об этом я мечтаю. Каждое утро, когда я вижу новости с очередным обстрелом украинских территорий, где-то опять какой-то город попали, мне страшно от того, что все больше и больше людей умирает. И я понимаю, что вот эта война не заканчивается, и все больше и большее количество гибнет. И вот это такая вот, я понимаю, что чем дальше, тем хуже, тем больше, тем безнадежнее как-то все это, что хочется. Ну вот неужели нельзя прямо сейчас закончить войну? Субтитры создавал DimaTorzok